здравствуйте весы это прогноз для вас на январь 2022 года хочу вам рассказать о том что будет происходить в этом месяце и в этом месяце происходит достаточно значимое событие потому что в принципе весь месяц это месяц ретроградной венеры ретроградная венера это ваш управитель так что куда она туда и вы она сейчас куда она сейчас прошлое да кстати козерог в котором она как раз таки находится по знаку да и в котором она путешествует в ретро положение то есть по пятна она путешествует это знак тоже который имеет отношение к прошлому прошлому опыту и к мудрости которые мы за проживание того опыта накопили это стоит учесть потому что если мы говорим о том какие задачи перед вами ставят небеса в двадцать втором году в самом начале года в какой атмосфере вы проживете январь то как раз таки эта атмосфера имеет непосредственное отношение к тому что вы уже проживали как опыт и может быть каким-то очень значимым моментом вашей жизни в которых вы как ни странно имели какие-то серьезные обязательства и как вы исполняли их в тот период и что вы для себя из этого периода тогда вынесли вот обратите внимание на то что я думаю у многих из вас уважаемые весы в декабре уже начались какие-то такие события которые были связаны с прошлым и они на продолжаются в январе то есть декабрьские ситуации никуда не деваются и только лишь как-то вот ну я не скажу что усложняет вам жизнь это очень сильно зависит от того как вы вообще ко всему относитесь и от личного прогноза тоже это зависит но наверное точно не упрощает вам жизнь в январе потому что вот опять вводит вашу жизнь понятие долженствования что вы кому должны венера часто говорит о нашем отношении с другими людьми а также она говорит и о в козероге она также может говорить о финансовых долгах и вполне возможно у многих весов как раз таки проблематично или именно финансовая тема если она не стала проблематичной в декабре это совершенно не значит что в январе она такой характер не приобретет напротив проблемы в отношениях и проблемы финансах могут подстригать многих весов в районе 9 января именно тогда когда у солнца будет соединение с ретроградной венерой а что это за важное событие а это ведь очень важное событие уважаемые весы и вам стоит к нему присмотреться потому что а это начало нового венерианского цикла а все что относится к каким-то этапам венерианского цикла относятся к вам напрямую поэтому именно этот день дан вам для того чтобы завершать прошлые программы ретроградная венера прошу обратить внимание закрывать прошлые долги и начинать новую личную и финансовую историю вот так но я бы не сказал конечно что все так однозначно понятно что это символика общая для всех весов а их более 500 миллионов вот поэтому ну вы понимаете да что у этого прогноза весьма небольшая настройка на вашу индивидуальную историю вашего на вашу судьбу поэтому все зависит на самом деле от того как вот это соединение проигрывается вашей карте рождения если не очень сильно то это может не иметь строго говоря рекомендации к вам как как рекомендации к вам выводить выходить да но если это сильная сонастройка резонанс мощный по градусу то тогда конечно это непосредственно ваша задача на этот период но в целом я бы 9 января все-таки постоял постаралась какими-то на вашем месте постаралась с какими-то долгами разобраться до что-то закрыть или по крайней мере ну переоценить вашу роль в этом всем ну кстати вообще вот мое интуитивное ощущение что для многих весов это ретро положение венеры это все таки вопросы карьеры не в последнюю очередь у многих тема профессиональная звучит остро звучит конфликтно звучит напряженно и есть конечно же недовольство тем что происходит или происходило и вот в ретроградную венеру вы вошли вот с этим недовольством но и вот что вы чем-то вы недовольны весы хочу его спросить и если есть недовольство но разберитесь с него в районе 9 января что от вас зависит в этом всем что вы можете сделать такого ну чтобы быть довольными в дальнейшем в общем я вас призываю разобраться с этим чтобы дальше уже начать новый цикл а я напомню этот цикл около двух лет будет рабочим это что мы сейчас посеем то мы будем уже потом как плоды получать да уже где-то через годик примерно или около того так что я бы вам рекомендовала на эту дату серьезно посмотреть вот ну и еще раз обращаю внимание что это еще и время пересмотра отношений с другими людьми и здесь вот в районе 9 января у вас уважаемые весы может быть серьезный кризис каким-то важным для вас человеком ну и на что еще хочу обратить ваше внимание на то что время с 2 по 7 января это время хорошее для творческих проектов и для любовной темы вот здесь вы можете расслабиться вы можете признаться другому человеку в любви вы можете просто попросить у него какой-то помощи и поддержки побыть с вами совместно в чем-то или же приобщиться прекрасному например пойти в театр в кино пойти на какую-то выставку может быть пойти на какой-то концерт в общем как бы вот ну с каким-то творчеством да с тем что вас действительно очень глубоко цепляет вот с этим бы вам побыть вот в этот период но это и новогодние праздники я уверена что вы можете себе многое в это время позволить потому свободного времени вот столько еще какое интересное событие вас ждет это конечно переход венеры в директное движение ура ура 29 января запомнить эту дату венера переходит в директное движение в знаке козерога она там же она никуда не денется из этого знака нет она денется в марте 6 марта на переходе знак водолея в объятиях марса но это уже совсем другая история хотя к вам она будет иметь непосредственные отношения так что следите за астрологическими новостями небольшой вам спойлер да ну а что касается перехода венеры в директное движение то здесь стоит помнить что выход планеты нашего управителя из ретроградного движения это один из признаков того что завершается какой-то этап пересмотра переоценки все пересмотрели все переоценили ну понимаете вы об этом знаете заранее а значит есть возможность это все сделать вовремя потому что тогда когда мы на полном высоком скоростном ходу нашей планеты управительницы начинаем чего-то там рефлексировать по поводу прошлого это совсем неверно это ни к чему хорошему не приводит а чаще говорит просто про то что мы упускаем возможности которые у нас перед носом а вот сейчас никаких мы возможностей не упускаем кроме того что можем пересмотреть отношение к прошлому и улучшить нашу самооценку и просто наше отношение к себе стать сделать его более добрым более полноценным обратите на это внимание до 29 января потому что в этот день опять какой-то кризис в отношениях в профессиональной теме и в вопросах денег да с деньгами вам уважаемые весы не очень везет именно в январе к сожалению а вот с профессиональной темой это как вы захотите может и повезти если вы найдете возможность и правильные инструменты для управления своей карьер что-то вы хотите же сделать да что-то поменять то ли работу то ли ваше отношение начальство к вам ну в общем не буду фантазировать на эту тему вы меня лучше знаете о чем идет речь но вот здесь 29 января важно вам не упустить своего и если вы это не упустите да то есть вот проконтролируйте эту ситуацию то она прекрасным образом повернется вместе с венерой в вашу сторону а давайте-ка с вами обсудим этот прогноз переходите в мой телеграм-канал астрология с ермольной татьяны вы можете подписаться на него по ссылке в описании под этим видео и там комментируйте этот прогноз а также все остальные задавайте мне там вопросы по мере возможности я на них отвечаю в общем там у нас с вами полноценная коммуникация происходит а также полноценная коммуникация происходит моей социальной сети instagram татьяна . ермольна . про там у меня розыгрыши прямые эфиры с моими коллегами и много-много постов о том от чего я не освещаю вообще здесь в общем настоящий эксклюзив приходите за ним мой инстаграм татьяна ермольна . про с новым годом с новым счастьем и до новых встреч до свидания